Пополнение в столичном зоопарке. На днях там появились на свет трое сурикатов и тёлка серой венгерской коровы. Новорождённые абсолютно здоровы. Резвая тёлочка находится в загоне с мамой, папой и старшим братом. А вот клички у неё пока нет. Впервые мы обратились в Фейсбуке к нашим посетителям, чтобы они помогли нам подобрать имена для наших новорождённых животных. Посетители оказались только за, тем более, что на этот счёт существует множество древних традиций. Клички животным выбирали на первую букву дня, когда они родились. Например, появившихся на свет в воскресенье звали Думана. У бабушки была корова Луна. Давайте назовём её Лулу. А в семье сурикатов прибавилось сразу три детёныша. В целях безопасности их изолировали вместе с мамой. Научный сотрудник зоопарка Роман Крецу рассказывает, что в семействах сурикатов жёсткие внутренние правила, даже опасные для некоторых членов. Пока самка кормит детёныша и полностью занимается ими, самцы не могут спариваться с ней. Поэтому в природе детёнышам сурикатов грозит смерть от настойчивых самцов. В столичном зоопарке они проведут в изоляции несколько недель.